Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Республика» о главных новостях прямо сейчас. На утро 16 апреля в Чувашии плюс 47 случаев заражения коронавирусом. Общее количество людей с подтвержденным диагнозом сейчас 126. Два пациента выздоровели, один умер. Под медицинским наблюдением находится 1076 человек. Для того, чтобы предотвратить распространение ковид-19 в регионе, временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев закрыл для посещения религиозные объекты всех конфессий и кладбища. Но несмотря на это, сегодня утром двери церквей были открыты. Православные верующие отмечают чистый четверг. Сегодня утром наша съемочная группа поехала по Чебоксарским церквям. Вот что они увидели. Когда шла, там как уже причастие было, причащались, свечки поставила, все, в основном без масок там, да. Всем рекомендую дома готовиться. Дома сейчас молимся, книжки читаем. А в чистый четверг что нужно делать? Каяться. Каяться. Просить у Бога прощения, говорить Господи, прости меня грешную. Добрый день. Можно с вами побеседовать? Здравствуйте. Поговорите, пожалуйста, как служба прошла? Народу много было? Верующим рекомендуют до особого патриаршего богословения сидеть дома. Это не прямой запрет, но представители всех конфессий сходятся в едином мнении, что жизнь и здоровье прихожан превыше всего. И призывают с пониманием и ответственностью отнестись к серьезным мерам. Напоминаем, пасхальное богослужение из Покровска-Татьянинского собора Чебоксар можно будет увидеть в прямом эфире национального телевидения Чувашии. Оставайтесь дома. Кандидатуру нового прокурора республики сегодня представили депутатом Госсовета Чувашии. Им стал Андрей Фомин, последние шесть лет проработавший в прокуратуре Крыма. С кандидатом встретился в Рио главы Чувашии Олег Николаев. Я с августа 2014 года работаю в Крыму, сейчас по нынешний день. Поэтому все проблемы, национальные проекты, федеральные целевые программы, очень большое финансирование и задача прокуратуры в Крыму – это правовое сопровождение этих программ, недопущение расхищения бюджетных средств. Поэтому в полном объеме работаем, для этого координируем работу всех прохранительных органов. Определенные наработки есть, результаты тоже. Я думаю, мы поделимся, может быть, какой-то опыт будет полезен здесь, в Чувашской республике. В рамках нашего взаимодействия мы должны обеспечить как раз и эффективность бюджетных денег. Ну и самое главное, чтобы… Дело даже не в деньгах, дело в том, чтобы у нас появлялись хорошие дороги, построенные квартиры, школы, садики, чтобы люди были удовлетворены той социальной поддержкой, которая оказывается. Ну и, конечно же, чтобы вся система, правоохранительная система работала четко по назначению. Обеспечение пожарной безопасности в регионе обсудили в Доме правительства республики. Статистика с начала сезона удручающая. Такого количества возгораний и пожаров не фиксировали давно. Нужен новый подход к решению этой серьезной проблемы. В Рио главы республики утвердил сводный план тушения возможных пожаров, в который вошли потенциально опасные участки. Профильное ведомство детально проработало механизм предупреждения чрезвычайных ситуаций. 61 лесопожарная команда, в составе которых 315 человек патрулируют леса по 154 маршрутам. Мониторинг лесных пожаров обеспечивается путем наземного патрулирования патрульными группами, начиная со второго класса пожарной опасности. Кроме этого, осуществляется визуальным пожарными наблюдателями с 20 пожарнаблюдательных вышек. И с 1 апреля 2020 года введена в эксплуатацию система видеомониторинга лесных пожаров. В республике установлены 5 видеокамер, 4 камеры Минприроды Чувашии и 1 ФБУ Государственный заповедник Присурский. В последние два года лесопожарная служба серьезно обновила свой парк. Тракторы, бульдозеры, автомобили повышенной проходимости – все это должно сработать. Закупки продолжатся в рамках национального проекта «Экология». На охрану лесов на этот год выделено около 40 миллионов рублей. В зоне особого внимания наше национальное достояние – парки и заповедники. Там предписано обустроить в полном объеме минерализованные защитные полосы. Серьезная проблема – заброшенные участки, расположенные недалеко от лесных массивов. Надо срочно разыскивать собственников и принимать жесткие меры. Такие места – зона особой опасности. Это уже задача Россельхознадзора. И еще один важный момент. Силы межрегионального маневрирования всегда готовы прийти на помощь в случае пожаров высокого класса. Это главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы «Республика» в 14.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова